Продолжение следует... Я постараюсь говорить медленно, чтобы управились переводчики. Я работал в Министерстве финансов в японском правительстве 35 лет. В 1997-1998 году я был министром финансов и отвечал за ликвидацию основных финансовых учреждений Японии, таких как Ямаичи Securities, LTCB и кредитный банк Ниппон, японский кредитный банк. В 2007-м я был представителем японского правительства в МВФ. И в это время случился кризис с Лемонт Брадерс. В 1997-м и 1998-м годах нам удалось сдержать гигантские ликвидации. И нам удалось избежать превращения Японии в эпицентр мирового экономического кризиса. Как нам удалось это сделать? В выходные, три дня это заняло, мы распутали все трансграничные сделки, которые проводили эти учреждения, включая огромное количество деривативов, которые были у них на балансе. И распутывание, такое распутывание в 2007-м году не производилось. Власти США и Великобритании при ликвидации Лемонт Брадерс этого не сделали. И это вызвало мировой экономический кризис. Хотя наши усилия были успешными в 1998-м году, нас в 1999-м жестко критиковали как внутри страны, так и в международном масштабе. А сегодня они сами попали в кризис, мои бывшие друзья, мои друзья Ларри Соммерс и Гейтнер. Мы, несмотря на эту критику, мы провели расследование. И я потерял несколько друзей, с которыми работал. Но удалось мировой кризис предотвратить. Некоторых моих друзей арестовали, а некоторые покончили жизнь самоубийством. Практически все члены Советов Директоров важнейших финансовых учреждений Японии, ликвидированных финансовых учреждений, были арестованы и наказаны. Я пережил этот кризис. И сейчас мне очень просто предвидеть, что произойдет в следующем году в Европе и в Соединенных Штатах. К сожалению, это повторение пройденного. Это дежавю. Как сложилось так, что европейцы сегодня страдают от этого кризиса? Простой ответ. С начала 2000-х годов надувался пузырь, который лопнул в 2007-м с крушением Лимон. А экономический пузырь? Пузыри возникают, когда люди мечтают, что благосостояние навсегда. В случае Японии люди считали, что кризис недвижимости и кризис ценных бумаг произойдет когда-то в отдаленном будущем. А что происходит в Западном мире сегодня? В Западном мире кризис был фактически инициирован отменой закона Глаза Стегола. Тогда министр финансов Ларис Саммерс стоял за отменой закона Глаза Стегола. И это позволило инвестиционным банкам использовать накопления коммерческих банков для своих сделок, которые можно называть игорной игрой. И потери, которые несли инвестиционные банки, покрывали сетью безопасности, впрыскиванием общественных денег для того, чтобы спасти финансовую систему. Объемы сделок инвестиционных банков, включая деривативы, резко выросли после отмены закона Глаза Стегола. Совершенно немыслимые прибыли извлекались в это время в результате этих сделок. И руководство этих банков получали баснословные прибыли, а также и бонусы, и премии. В основном в лондонском сити Гольдман Сакс, Мэрил Линч, Джи Пи Морган, Морган Стэнли, Барклайс, Шотландский банк, Лойтс. Купались в деньгах и купались в прибылях. Некоторые учреждения даже вне англосаксонского мира, но частично американизированные, такие как Deutsche Bank и UBS в Швейцарии, тоже поживились от этого пирога. И в Европе тоже извлекали прибыли. В Европе надули свой пузырь. Пузырь членства в Евросоюзе. Новые члены ЕС, иногда даже просто кандидаты в члены ЕС, получили огромные финансовые средства, что им позволило резко повысить зарплаты и капиталовложения. И стандарты вступления приемов в Евросоюз часто обходились. Эти меры предлагали часто инвестиционные банки. И в 2008 году этот пузырь тоже лопнул в результате, опять же, ликвидации Лемон Брадос. После этого потрясения в США и Европе, кажется, ничему не научились. Не извлекли никаких уроков из кризиса конца 90-х. Каким образом повысить доверие к финансовой системе? И люди не видят до сих пор обычные рецессии, которые случаются регулярно, и банковскими, и кризисами экономическими. Был кризис в Мексике в 1994 году. Затем азиатский кризис и финансовый кризис в Японии, когда я был ответственным лицом. Я повторял не раз. Необходимо принять две меры для того, чтобы избежать экономического краха, связанного с финансовым кризисом. Первое. Страны должны восстановить доверие к своему финансовому сектору. И во вторую очередь, необходимо дать деньги экономике. Для того, чтобы восстановить доверие к финансовой системе, следует создать три бастиона защиты, три сети защиты. И необходимо рекапитализация, создать систему, которая позволит отделить неработающие долги, и создать систему, в которой можно гарантировать межбанковское кредитование. И это, такие сети безопасности существовали в трансатлантическом регионе, и они были созданы после крушения банка Лемон. Это возможности. Большой вопрос, как использовать вот эти средства безопасности. К сожалению, порядок использования этих мер был совершенно неверным, как в США, так и в Западной Европе. В идеальном случае, следовало поступить иначе. И тогда можно было бы справиться с этим кризисом. Первое. Необходимо очень тщательно изучить балансовые отчеты, и это должны сделать государственные финансовые специалисты, и произвести четкий, объективный анализ неработающих долгов. Второе. В результате выяснится, что их огромнейшее количество неработающих активов существует огромное количество долгов, которые вообще не имеют никакой стоимости. Третье. Основные, крупнейшие инвестиционные банки в Западном мире станут неплатежеспособны. То есть, фактически, они не смогут дальше действовать как банки. Общее количество общественных средств, требуемых для спасения этих банков. Необходимо честно произвести подсчет этих средств, необходимых для спасения этих банков, и сообщить об этом общественности. Это чрезвычайно важно. Во-первых, рынок должен знать о реальном уровне проблем, и что можно сделать. И доверие можно восстановить, и показать, какие неработающие долги покрывались общественными деньгами. Нужно оставить на балансах только чистые деньги. Большая часть, большая часть инвестиционных банков должна быть ликвидирована, поскольку нет столько общественных денег, которыми можно было бы спасти эти инвестиционные банки. Шестое. Руководители и советы директоров банкротящихся и учреждений, должны нести ответственность за использование денег налогоплательщиков. И это совершенно обязательное условие тех, кто уже попользовался общественным героем, привлечь к ответственности. В случае европейских стран, а также и в США, такие нейтральные, тщательные исследования финансового состояния банковских учреждений никогда не проводились. И, естественно, общественность ничего не знает о состоянии банковского сектора. Вместо проводились фальшивые исследования, стрессовые испытания. просто отвлекали внимание общественности. Балансовые отчеты камуфлировались, запутывались. В противном случае эти банки были бы объявлены не платежеспособными уже очень давно. И сегодня совершенно невозможно убедить всех игроков на рынке, что финансовые учреждения надежны. Вообще, фактически, это анекдот. Когда у нас в 97-98 годах случился кризис, нам было много теплых советов и поучений со стороны выдающихся экономистов США, включая, опять же, Ларри Саммерса. Можно суммировать их советы следующим образом. Первое. В финансовой системе Японии следует устроить жесткую посадку. Вот что советовали. Никакой финансовой помощи банкам. Это 15 лет назад говорил Ларри Саммерс. Не надо никак помогать банкам. Поддерживать схему шортинга коротких продаж. И бухгалтерские отчеты на основе стоимости, привязанных к рынку. И все эти принципы были нарушены в ходе развернувшегося кризиса в США. И инвестиционные банки Практически должны были быть ликвидированы после крушения Лемон Брадерас. Это очень важно. Ценные бумаги и обязательства европейских правительств не оказались бы под давлением шортинга и дефолтных свопов, которыми занимались, сразу же занялись инвестиционные банки. Это инвестиционные банки, грубо говоря, напали на государственные обязательства. С целью получения, с помощью шортинга они получили немедленные прибыли, а хотя фактически банкроты. И эти атаки привели к сокращению бюджетов, в то время как правительствам необходимы меры физического стимулирования, потому что домохозяйство и частные корпорации должны ужимать свои бюджеты для того, чтобы платить по долгам. Как вы видите, эта ситуация отражает положение после возникновения финансового пузыря. Четыре части. Чистый экспорт, домовладение, частные корпорации, четыре синего цвета, правительственные расходы. После того, как пузырь лопнул слева, домохозяйства и корпорации пострадали от чрезмерных займов во время пузыря. Им сейчас нужно выплачивать. И это сильно повлияет, их положение сильно сократит величину ВВП. То есть получим отрицательный экономичный рост. Так и было. В течение двух лет наблюдался отрицательный экономический рост. Пришлось урезать по всем направлениям. Общественные фонды, общественные услуги. Что в этой ситуации делать? Правительство должно принять на себя риск в этой ситуации. И использовать общественные деньги для финансирования общественных работ, для финансирования общественных проектов, железных дорог, автодорог. Я упоминал. Использование таких физических стимулов оказалось практически невозможным, поскольку инвестиционные банки загрязнили все общественные ценные бумаги. Они использовали их для спекуляций и предложили совершенно неверную политику экономии в общественных расходах. И ужимают и грабят честных на уголпотечников, таких как вы. И это критическая ситуация, если будет продолжаться такая политика. Европа пострадает, Европа потеряет два десятилетия. Мы уже в Японии это чувствуем в течение 10 лет. Но в МВФ мне говорили, что они прогнозируют, что европейская экономика начнут восстанавливаться после 2020 года. Это они говорили после крушения Лемона. Но это весьма и весьма оптимистический прогноз. Потеряно 20 лет. Фактически жизнь целого поколения. Это очень плохо. Я хотел обратиться особенно к молодежи, присутствующей здесь. Если восстановление, если так это произойдет, 20 лет неопределенности, фактически сгорит ваша жизнь. И очень важно гарантировать, я вот сейчас хотел бы вернуться к Кипру. Чрезвычайно важно гарантировать минимальный уровень вкладов, безопасность этих вкладов. В большинстве стран сегодня есть законы о защите сбережений. Некоторые суммы при любых кризисах. Но на Кипре случилось совершенно противоположное. Они попытались ввести систему, когда вкладчиков просто грабят. Они теряют часть своих вкладов. Это полностью разрушило доверие к финансовой системе. И самим фактом усилило кризис. Почему? Как вы знаете, банк должен держать в своих сейфах 10% своих активов. Ну, возьмем пример. У банка активы составляют 100 миллионов чего-то. Ему не нужны все эти 100 миллионов. Если есть доверие к банку, вкладчики не придут все вместе за деньгами. Все сразу. Значит, и разница в общих активах, суммы общих активов и минимальных активах, которые хранятся в банке, может использоваться для кредитования. И в инвестиционных банках полностью разрушили доверие и нарушили все процедуры функционирования банков. Я надеюсь, что политика, проводимая Брюсселем, будет изменена, поскольку кипрские события будут иметь исключительно отрицательные последствия для остальной Европы. Мы увидим огромный отток средств из Испании, например. И в заключение, чрезвычайно необходимо восстановить немедленно закон Глаза Стегова, а инвестиционные банки закрыть как можно быстрее для того, чтобы спасти Европу. Это война. Необходимо объявить войну нечестным банкам, которые занялись азартными играми. И они залезли в долги одновременно и избегая налогов. Они же ведь прячут все свои деньги в офшорах. Это война. Война за честных людей, которые в поте лица трудятся и платят свои налоги и хранят деньги в банках. Большое спасибо. 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 Спасибо.